Друзья, всем привет! С вами EnjoySmoke, меня зовут Роман, и добро пожаловать в седьмой выпуск Ingenius. И сегодня речь пойдет о новом механическом моде от компании Vape Mechanic, про сквонг-боксы от 528 Custom, о висмековской RX-е под два аккума, про популяризацию МТЛ-бачков и продолжение Мерлина, и о драке на почве вейпинга в нью-йоркском метро. Начнем сегодняшний выпуск с новой версии Russian Mechanica. Мы просто взяли все лучшее, что может быть в мехмоде, гармонично соединили и получили Russian Mechanic V5. Таким простым и лаконичным тизером механики ясно дали понять, что V5 это заявка на успех. Как заявляет производитель, это будет самый легкий, компактный и производительный мод из всей их линейки, имеющий постоянный полный прямой контакт, исключающий резьбы, инновационную контактную группу и два типа контакта. Полное отсутствие патинирующихся деталей, что означает, что если этот мод и надо чистить, то делать это придется крайне редко. Еще стандартный на сегодня формат 18650, хотя все мы в курсе, что переход на 2700 уже не за горами. Также мод оснащен системой вывода газов и посадкой под атомайзеры в 24 мм. А еще он полностью посеребленный, что улучшает общую токопроводимость и за счет чего он не будет потянется. Пятый механик будет доступен в четырех вариациях расцветок, черный, белый, красный и голое серебро. Стоимость V5 будет составлять около 110 долларов, а старт продаж запланирован уже на этот месяц. И вы еще успеваете вписаться в предзаказ, чтобы получить этот мод одними из первых. Бывают в жизни явления настолько сложно поддающейся логике, что их стоит скорее воспринимать как данность и не тратить время на вопросы зачем, почему и кому все это нужно. В своем инстаграм аккаунте американская компания, производящая все свои девайсы на китайских заводах, представила сразу два новых устройства из одной линейки. DripTech DS и DripTech TS. Это два механических мода с параллельным подключением элементов питания, которые отличаются друг от друга только к количествах тех самых аккумуляторов. Версии TS их будет три, а версии DS соответственно два. Корпус мода изготовлен из алюминия, а кнопка Fire расположена на верхней части так, что когда вы будете на нее нажимать, капли раскаленной жидкости будут лететь вам прямо в палец, которым вы нажимаете на кнопку Fire. На дне помимо самой 528 оказалась крышка батарейного отсека, держащаяся на специальных пазах. А для того, чтобы извлечь аккумуляторы, вам потребуется специальный ключ, который будет идти в комплекте. Я вообще не очень люблю сквонкеры, да и такой род девайсов никогда не заходил в массы. Плюс основной проблемой всех сквонков всегда являлись неунифицированные флаконы, которые очень быстро приходили в негодности, которые ты потом хрен подберешь. По словам производителя, ценник будет начинаться от 125 долларов за версию на 2 аккума и от 135 за версию на 3. Старт продаж запланирован уже на этот месяц, но я вангую, что спустя пару месяцев за ненадобностью их будут сливать по хорошим скидкам, поэтому тут можете не торопиться. И вот опять новая RX-а. 11 октября компания Весмек представила в своем инстаграм-аккаунте очередную RX-у. А теперь давайте сыграем в игру, продолжу логическую цепочку. Какое название будет следующим? RX-200, RX-2, RX-300, RX-Gen3 и... нежданчик... RX-2. Похоже, что это отсылка к компании из Купертино, у которых дела с последовательностью обстоят тоже так себе, которая после своей восьмой модели телефона через месяц буквально выпускает модель, названную римской цифрой 10. Девайс получил схожую с RX-ой 2-третьих формы с закругленными углами. Элементы на лицевой стороне не претерпели изменений, здесь по-прежнему остается USB-порт для зарядки и обновления прошивки, клавиши регулировки, дисплей размером в 1,3 дюйма и жирная клавиша Pire с подписью J-Bone. Комплектуется вторая RX-а недоразумением под названием Gnome RTA, но вы можете выбрать версию без него, и максимальная мощность девайса достигает 200 Вт. Основной фишкой девайса будет то, о чем я говорил в начале ролика. Переход на новый формат аккумулятора 2700. Конечно же, чтобы не потерять свою нынешнюю аудиторию, вторая RX-а будет работать как на 18650, правда для этого придется использовать проставку, так и на 2700. Никаких значительных изменений плата не претерпела, она все так же работает со всеми вариациями термоконтроля, TTR-ом, и нижний порог сопротивления в этих режимах достигает 0.05 Ом, а в режиме варивата, как обычно, 0.1. Следующим в нашем списке идет МТЛ-бачок от китайской компании Аугвейп. Ввиду последнего хайпа вокруг Берсеркера от Венди Вейпа, Аугвейпы решили не упускать возможность и воспроизвели в свет продолжение своего самого популярного бачка Merlin МТЛ. На первый взгляд, по дизайну он особо не отличается от своего предшественника, а вот вся соль в этом бачке кроется именно в деталях. Во-первых, диаметр нового Merlin составляет 22 мм, тем самым Аугвейпы немножко обогнали Берсеркер, ведь он тоже планируется выпускаться на 22 мм. Во-вторых, здесь очень круто переработан конструктив жижеподачи, настолько, что даже самый невыкупающий в настройке девайсов человек сможет справиться с этим. Конечно же, это односпиральный бачок, и здесь не будет двух вариантов баз, как это было в первом Merlin. Дела с обдувом обстоят так же, как и должны быть в МТЛ-баках. Внутри базы есть одно большое отверстие на 3,5 мм, в которое вкручиваются втулки под различную затяжку. С 1,2, 1,6, 2 и 2,5 мм в диаметре. В Берсеркере этот момент, конечно, более продуман. Но на этом все не заканчивается. На нижней части стоек мы можем видеть винты, который вы можете выкрутить и получить обдув в спирали не только нижней, но и боковой. Я не знаю, насколько такой обдув вообще уместен в МТЛ-бачке, но прежде чем делать какие-то суждения и выводы, я бы предпочел его сначала потестить. Девайс рассчитан на 3 мл жидкости, и в комплект еще идет два дриптипа, МТЛ и стандартный 510. Дата релиза продукта по сей день остается неизвестным, а на вопрос, ну когда же, ну, производитель нам советует побыть терпеливыми и не заебать их. В Нью-Йоркском метро произошла драка на почве отсутствия культуры вейпинга в общественных местах. Девушке, которая парила в вагоне метро, подошла другая девушка и сделала замечание, попросив первую спрятать свой вейп куда подальше и проявить хоть каплю уважения к окружающим. После чего развязался спор, в котором, скорее всего, были применены аргументы про безопасность и парю где хочу, в результате которого недовольная пассажирка осталась разбитым лицом. В итоге, агровейперша была задержана местной полицией, и ей были предъявлены обвинения в нападении. А мораль сей басни такова. Не будьте быдлом. Относитесь уважительно к окружающим людям, тем более в общественных местах. Что ж, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии под этим видео. Всем пока!